Как отметил глава нашего государства в своем поздравлении, достигнутые успехи имеют огромное значение, так как наши спортсмены прославили национальную спортивную школу, показали всему миру, на какие великие свершения способна молодежь Узбекистана. А в эти минуты наша съемочная группа находится в международном аэропорту Ташкента, где собрались все родные и близкие наших чемпионов, болельщики, представители ответственных министерств и ведомств. И с нами на прямой связи моя коллега Дильрабо Алимова. Добрый вечер, Дильрабо. Какова атмосфера сейчас на месте события? Добрый вечер, спасибо коллеге. Действительно, сегодня праздник, сегодня особая дата. И в третьем терминале Ташкентского аэропорта царит особая атмосфера, праздничная атмосфера. Уже все подготовлено. И буквально несколько минут назад приземлился самолет, на борту которой наши призеры, наши герои, наши чемпионы азиатских игр, они показали самый лучший результат за всю историю этих соревнований. Вы знаете, что в этих соревнованиях участвуют представители 45 государств, 11 тысяч спортсменов. И среди них наша делегация. Наша делегация в этом году приняла участие на этих соревнованиях с таким большим составом. Более 350 спортсменов участвовали в 30 видах спорта. И они, как мы уже отметили, завоевали 71 медаль. Из них 22 золотые, 18 серебряных и 31 бронзовая награда. И пятые общекомандные места. Что еще радует, в составе нашей делегации очень много молодых, талантливых ребят. Они завоевали золотые медали в легкой атлетике, гребле и в других-других видах спорта. И показали, какое подрастающее поколение Нового Узбекистана достойны на самые высокие места. И, наверное, этот факт подтвердит и моя собеседница, заместитель директора агентства по делам молодежи Дельноза Кетахуанова. Действительно, большая радость и гордость переполняет нас в связи с таким достойным участием делегации Узбекистана на таких важных спортивных соревнованиях мирового масштаба, азиатских играх, которые прошли в Хуаньшоу. Надо сказать, что в этом году в составе этой делегации большинство составляли именно молодые спортсмены. И, видимо, благодаря доверию главы нашего государства, благодаря тому, что такие условия создаются для самореализации потенциала молодежи, для развития как массового, так и профессионального спорта, наши молодые спортсмены показали такой рекордный результат. И быть в пятерке лучших среди почти 50 государств мира – это многого стоит. Это большой труд, большой труд как молодежи, так и их тренеров. Это большие условия, которые созданы для того, чтобы заниматься профессиональным спортом. Необходимо отметить, что отдельное направление со стороны главы государства поздравления молодежи – это еще большая мотивация для того, чтобы наши спортсмены не останавливались над достигнутым. Глава нашего государства сказал, что вот этим результатом, победой Узбекистан, молодежь Узбекистана показала всему миру, на какие великие подвиги дела способны молодежь Узбекистана. Это действительно не может не воодушевлять, и это придает силы для новых, еще больших достижений, еще больших высот. Мы только что сказали о мерах, о поддержке государства, наших спортсменов. И после Олимпиады в Токио президент нашей страны поставил задачу, чтобы наши спортсмены в таких комплексах и соревнованиях завоевали медали не только в индивидуальных видах спорта, но и командных. И мы в Ханжоу видели результаты всех вот этих мер, инициатив, и наши представители нашей страны завоевали медали и в командных видах. К примеру, наша сборная по футболу, мы эту медаль ждали 29 лет после Хиросимы, и они завоевали бронзовые награды. Это тоже, наверное, результат той работы, которую ведет государство. Действительно, сегодня надо отметить, что командные виды спорта развиваются не только профессионально, но и массово. Я уверена, что после этой победы, грандиозной победы нашей молодежи, наших спортсменов, количество молодых людей, которые захотят участвовать также в Олимпиаде, пяти инициатив, массовых спортивных соревнованиях, будет еще больше расти, потому что вот уже второй год, как проводятся эти соревнования, которые охватили более 7 миллионов молодых людей, я уверена, что этот результат будет еще лучше, еще более качественный, еще более результативный. Я уверена, что любители из этих массовых видов спорта тоже постепенно перейдут в ряд профессионалов и также будут своими достижениями на мировом уровне быть гордостью нашей республики, прославлять нашу страну на весь мир. Спасибо вам большое. Мы в данный момент находимся на перроне, и буквально через несколько, может быть, секунд к нам приблизится самолет, уже подготовлено все. Вот вы, наверное, видите, как стоит трап, и как бы все ждут с нетерпением. Внутри аэропорта родители, наставники, молодежь, все, кто болел за нашу команду, все, кто переживал за наших спортсменов, они ждут встречу с ними. И мы тоже следим за развитием событий в следующих наших репортажах, расскажем обо всем. Спасибо за информацию. К теме торжественной встречи наших спортсменов азиатских игр мы еще вернемся в ходе нашего информационного выпуска. Продолжение следует...